Итак, мы переходим к следующему понятию, к последнему понятию в рамках фактора культуры речи. Это чистота речи. Что мы подразумеваем под чистотой? Не секрет, что наша речь подвержена разного рода влияниям, в частности, оскудению и засорению. К таким речевым сорнякам относят архаизмы, неоправданное употребление иноязычных слов, конфессионализмы, канцеляризмы, клише и штампы, ну а также диалектизмы. Проповедник обязан тщательно следить за чистотой своей речи. Беспощадному искоренению подлежат следующие сорняки. Во-первых, устаревшие слова или архаизмы. Что такое архаизмы? Архаизмы – это слова, называющие существующие реалии, но вытесненные по каким-либо причинам из активного употребления синонимичными лексическими единицами. Ну, говоря проще, понятие осталось, а слово, обозначающее это понятие, изменилось. Ну, например, есть понятие «забор». Забор существовал очень и очень давно. Но сначала он назывался «тын», потом было другое название «прясло», и вот сейчас у нас есть слова «забор», «изгородь» и так далее. Слова «тын» и «прясло» устаревшие. Это архаизмы. Или, например, понятие «шея» было от сотворения Адама, но в русском языке раньше оно называлось «выя», а сейчас оно, конечно, называется «шея». В этом смысле архаизмы следует отличать от историзмов. Историзмы – это слова, которые также исчезли, но вместе с обозначаемыми понятиями. К примеру, сегодня, читая Евгения Онегина Пушкина, мы можем прийти в недоумение от фразы «На клячьи, тощий и косматый сидит форейтор бородатый». Причем мы даже не поймем комизма этих пушкинских строк. Любой читатель в XIX веке над этими строками потешался, усмехался себе в усы. Слово «форейтор» – типичный историзм. Нет более такой профессии и самого слова. Нет. Форейтором назывался мальчик, который сидел на передней паре лошадей, если лошадей запрягали одна за другой, тогда форейтор сидел на передних лошадях и помогал управлять. Форейтором был обычно мальчишка, а ларины, переезжающие в город, были настолько семьей домоседов, что форейтора мальчишки у них не нашлось. Пришлось брать бородатого форейтора, то есть человека уже с бородой, который, будучи мальчишкой, был форейтором. Ну и так далее. Фразы, изобилующие архаизмами, должны быть беспощадно изгнаны из лексикона проповедников. Вот я сам придумал такую фразу. «Вниди в отверстую дверь спасения не перелась Индия, дабы в паке бытии, коль ми паче, узреть тебе землю обетованную». Пожалуйста, не употребляйте подобных фраз. Я помню, как в одной из наших церквей некий дедушка всех гостей церкви приглашал вкусить от трапезы. Причем гости все время пугались, потому что не понимали, что, собственно, надо делать. Понятно, что воспитывать литературный вкус и интерес к устаревшим словам необходимо, но делать это нужно не в церкви и не во время проповеди. Хотя, конечно, может быть, если архаизм уместен, где-то его и можно употребить, но вообще нежелательно. Также в вашей речи вам необходимо, братья мои, избавляться от слов иноязычного происхождения. Я бы посоветовал вам удержаться от крайностей славянофильства. Когда мы говорим об искоренении слов иноязычного происхождения, мы должны четко понимать, в самих по себе иностранных словах ничего страшного нет. Русский язык достаточно силен, гибок, могуч для того, чтобы подчинить своим правилам иноязычные слова и заставить их стать частью русского языка. Химически чистый, беспримесный славяно-русский язык в наше время уже невозможен, потому что иначе нам придется избавиться от таких заимствованных слов, которые мы унаследовали из Греции и Рима, как республика, диктатура, амнистия, милиция, герой, супостат, пропаганда, космос, атом, грамматика, механика, тетрадь, фонарь, лаборатория, геометрия, физика, зоология, индустриализация, телеграф, телевизор, стратосфера, термометр, телефон. Нам придется избавиться от арабских слов, таких как алгебра, альманах, алкоголь. Нам придется избавиться от тюркских слов артель, аршин, балаган, бакалея, базар, башмак, болван, караул, кутерьма, чулан, чулок. Придется избавиться от итальянских слов купол, почта, кабинет, бюллетень, скарлатина, газета, симфония, соната, касса, кассир, галерея, балкон, опера, оратория, тенор, сопрано, сценарий и так далее. Придется выкинуть английские слова, митинг, бойкот, клуб, чемпион, рельсы, руль, агитатор, лидер, спорт, вокзал, ростбиф, бифштекс, хулиган и так далее. Французские слова наивный, серьезный, солидный, массивный, эластичный, репрессия, депрессия, партизан, декрет, батарея, сеанс, саботаж, авантюра, авангард, кошмар, блуза, бронза, метр, сантиметр, декада, парламент, браслет, пудра, одеколон, вуаль, котлеты. Немецкие слова бутерброд, шлагбаум, брудершафт, бухгалтер, вексель, штраф, флейта, мундир. Вспомните знаменитые выражения из республики Шкит. По-немецки цацки-пецки, а по-русски бутерброд. Иногда даже иноязычное слово становится для нас родным, русским. Бутерброд с точки зрения юного оборвыша было словом русским. И более того, многие исконно русские слова нами воспринимаются как иностранные, а иностранные слова как русские. Корней Чуйковский подметил как-то забавный диалог отца и сына. Сын спрашивает, «Папа, а что такое зодчий?» «Ну, зодчий, сынок, это по-русски архитектор», отвечает ему папа. В данном случае исконно русское слово зодчий, славянское слово зодчий сыном мальчиком воспринимается как иностранное, а греческое архитектор воспринимается как русское. Конечно, был такой славянофил Шишков, которому остроумно противостоял Пушкин. Шишков писал «К черту всякую иностранщину, какова бы она ни была, да здравствует химически чистый, беспримесный славяно-русский язык, свободный от латинизмов, галицизмов, англицизмов и прочих кощунственных измов». Такая Шишковщина, конечно же, немыслима. Шишков предлагал заменить слово фонтан на водомет, галоши на макроступы, официант на блюдонос. Фраза, которую предлагал ввести в русский обиход Шишков, звучала так. «Хорошилище идет по гульбищу на позорище». И означало «Анафранд идет по бульвару в театр». Некоторые дотошные филологи добавляют еще «изристалище», из цирка. «Пушкин остроумно высмеивал подобную Шишковщину, но панталоны, фраг, жилет, таких ведь слов на русском нет. Дюком эльфо, Шишков прости, не знаю, как перевести». Фразы из Евгения Онегина, они должны быть вам теперь понятны. Что же мы имеем в виду, когда советуем избавляться от слов иноязычного происхождения? Мы имеем в виду в первую очередь вот какую ситуацию. «Если есть хорошее русское слово, не используйте иноязычных аналогов». Многим не нравится иноязычное слово «офис». Предпочитают ставшее традиционным, кстати, пришедшее из итальянского слово «кабинет». Можно, конечно, решить вопрос по-шишковски, придумать какое-нибудь слово «палата». «палата» директора. Это будет, конечно, невозможно, потому что слово «палата» надежно закреплено за больницей. Палата номер 6. «Если есть хорошее русское слово, постарайтесь не использовать иноязычных аналогов». Иногда, конечно, без иноязычного слова не обойтись. есть метки и слова, лучше обозначающие то или иное понятие, чем русские. Например, слово «бэкграунд» можно заменить русским «база», типа то, что за тобой стоит. Хотя, например, английское слово «фидбэк» лучше заменять словосочетанием «обратная связь». Ну и уж, конечно, нужно избегать таких неуклюжих фраз, типа «мы всегда хотим пролонгировать первую любовь». Хотя, я вам скажу, русский язык постоянно вбирает в себя иностранные слова. И этого бояться не нужно. Вспомните хотя бы тоже пушкинское. Пушкин очень нравилось английское слово «вулгар». В Евгении Онегине он так и пишет, что в Татьяне вот этого понятия вульгарности не было. И он пишет слово «вулгар» по-английски и добавляет «люблю я очень это слово, но не могу перевести, оно у нас пока местное и вряд ли быть ему в чести». Пророчество Пушкина не сбылось. Английское слово «вульгарность» стало вполне русским словом очень и очень скоро. Неологизмы. О них тоже нужно поговорить в связи с понятиями чистоты речи. Опять же оговоримся. Неологизмы сами по себе имеют право на существование. Но чтобы неологизм получился органичным, необходимо быть подлинным мастером слова. Неологизм это новое слово, созданное буквально недавно. Примерами удачных неологизмов можно считать в смокингах в шик опроборенные великосветские олухи в княжьей гостиной наструнились лица свои оглупив. Северянин мастер неологизмов. К мастерам неологизмов конечно следует отнести и блистательного Маяковского. Неологизмы создавались во все времена так Ломоносов придумал русские слова атмосфера и вещество до Ломоносова этих слов не было Карамзин придумал слово промышленность Салтыков Щедрин головотяп головотяпство Карл Чапок придумал слово робот глагол стушеваться придумал Достоевский Велимир Хлебников придумал слово летчик Корней Чуковский ввел понятие канцелярит и так далее Иногда и у вас может получиться какое-нибудь хорошее новое слово но не увлекайтесь иначе у вас получится как в остроумной пародии Федора Благова который высмеивал эгофутуристов бесконечно придумавших новые слова иду я голову озонтив от дождевеющей воды и мозг стихами пробальмонтив глазю надевные следы боретят туфли в длинь бульвара желтя в колошной черноте синдитиконись к деве яра я панихидюсь красоте но продожденная сквознична она морозится в ответ и амурезит мне реснична ахнет мне хроноса поэт витрит ублекший лист вальсится аэропланис сучьев вниз и что-то в небе голосится то птицы южить принялись земля довольно же грязница о осугробься оснежись пусть будут тройки вновь стрелиться и конеправ горлить держись от неологизмов неорганичных следует избавляться диалектизмы с ними бороться нужно беспощадно братья мои это слова или устойчивые сочетания которые не входят в лексическую систему литературного языка и являются принадлежностью одного или нескольких говоров того или иного языка собственно диалектизм диалектизм и оправдан и художественной публицистической речи для создания характеристики героев иногда можно подражать кому-то из жителей разных областей и тогда использовать диалектизм но они уместны только в такой стилистической игре серьезно использовать диалектизм нельзя есть слово свекла и есть у него южно-русский диалектизм буряк конечно слово буряк или бурак использовать в проповеди невозможно я помню я слушал проповедь одного нашего церковного оратора на Урале он употребил очень редкий глагол употребительный только вот в его родной деревне глагол шаятца не шарится как вначале я подумал а шаятца шаятца означает унывать грустить находиться в депрессии мне этот глагол был незнаком и никому из слушателей тоже поэтому проповедь вот в этой части осталась непонятой от диалектизмов пожалуйста избавляйте использование подобных слов в проповеди недопустимо конфессионализм это слова это слова и выражения понятные членам той или иной религиозной группы но непонятные людям находящимся за ее пределами если проповедник хочет чтобы его понимали все без исключения то от использования конфессионализмов он должен отказаться примеры конфессионализмов евангелизация слово абсолютно чуждое русскому языку даже есть такое присловие про то как некий православный батюшка беседовал с протестантом и сказал ему знаешь ли брат чем евангелие отличается от евангелизации тем же чем канал от канализации слово евангелизация воспринимается не церковными слушателями как слово с негативной коннотацией сродни словам коллективизация либерализация индустриализация урбанизация и так далее то есть это что-то плохое это что-то неприятное связывать евангелие проповедь евангелие превращать в евангелизацию конечно мог только человек с низкой культурой поэтому я вам настоятельно рекомендую это слово забыть как страшный сон и никогда не употреблять его в своей речи эту же рекомендацию адресую самому себе к сожалению я такой же продукт нашего религиозного воспитания как и большинство из вас принять Христа как своего личного спасителя это фраза калька с английского выражения personal savior которые для англоязычных людей звучит вполне нормально имеется ввиду что Христос спасает тебя лично персонально но в русском языке словосочетание личный спаситель звучит как личный водитель то есть ну как бы некая такая вещь которая тебе принадлежит а вот мой личный спаситель у меня он есть не следует в проповеди употреблять похожих фраз водное крещение совершенно непонятное обывателю выражение которое лучше заменить на крещение в воде или крещение водой а лучше вообще оставить просто слово крещение и так оно всем понятно что водой совершается молитвенные нужды в принципе непонятное высказывание я помню когда я завел свой первый сайт на нем у меня был форум и один из разделов форума назывался молитвенные нужды ну подразумевалось что всякий может написать о чем он хочет чтобы я помолился а я помолюсь и мои неверующие знакомые вот в один голос просто засыпали меня вопросами а что это такое что такое молитвенные нужды как это нужда может быть молитвенной совершенно непонятно пришлось объяснять я говорю ну это просьба о молитве хотите чтобы я помолился вот напишите а ну так бы и сказал просьба о молитве мы на руках молитвы веры приносим причем тут руки вера молитва совершенно непонятно и так далее на самом деле у нас конфессионализмов очень и очень много особенно это связано с использованием так называемых образных выражений они непонятны обывателю принять Христа в свое сердце неясно что имеется ввиду поясняйте избавляйтесь от конфессионализма клише и штампы что это такое сюда же можно кстати отнести и канцеляризмы канцеляризмы это слова и выражения употребление которых закреплено за официально деловым стилем но в других стилях речи они неуместны являются штампами канцелярский язык неживой деревянный должен быть беспощадно изгоняем из наших проповедей к сожалению мы все воспитанники советской бюрократической системы мы привыкли писать заявление прошу выше указанному верить ну и так далее всякие дикие там формулировки в этих заявлениях мы пишем которые с точки зрения русского языка совершенно неуместны уместны может быть действительно в деловой переписке в заявлениях но мы начинаем разговаривать в обыденной жизни так как будто мы ведем деловую переписку у Корнея Чуковского в книге «Живой как жизнь» есть забавная цитата помню как смеялся Горький когда бывший сенатор почтенный старик уверявший его что умеет переводить с 10 языков принес в издательство всемирной литературы такой перевод романтической сказки за неимением красной розы жизнь моя будет разбита Горький указал ему что канцелярский оборот за неимением не уместен в романтической сказке старик согласился и написал по-другому ввиду отсутствия красной розы жизнь моя будет разбита канцеляризм омертвляет умерщвляет язык это все равно что один рыбак спрашивал бы другого рыбака какие мероприятия вы предпринимаете для активизации клево или мама спрашивает вас что ты ел сегодня сынок вы отвечаете мой организм усвоил белковые соединения подвергнутые предварительной тщательной термической обработке из того же Чуковского фраза молодой человек проходя мимо сада увидел у калитки пятилетнюю девочку которая стояла и плакала он ласково наклонился над ней и к моему изумлению сказал ты по какому вопросу плачешь девочка имеет место отсутствие запасных частей и так далее штампы это избитые выражения с потускневшим лексическим значением и стертой экспрессивности штампами становится словосочетания слова и даже целые предложения которые возникают как новые стилистические выразительные речевые средства но в результате слишком частого употребления утрачивают первоначальную образность маяковский подметил слова у нас до важного самого в привычку входят ветшают как платье больно видеть что даже такие дорогие сердцу каждого христианина слова как великая божья любовь безграничная господня милосердие становятся проповедническими штампами человек уже не воспринимает их как таковые из того же Чуковского из его книги живой как жизнь книги о русском языке хранили одного старика и меня поразило что каждый из надгробных ораторов начинал свою унылую речь одной и той же заученной формулой смерть вырвала из наших рядов мне подумалось что тот древний надгробный оратор который впервые произнес эту живописную фразу над каким-нибудь древним покойником был несомненно человек даровитый наделенный воображением поэта он ясно представил себе хищницу смерть которая налетела на тесно сплоченных людей и вырвала из их рядов свою добычу но тот двадцатый и сотый оратор который произносит эту фразу как привычный ходячий шаблон не вкладывает в нее ни малейшей эмоции потому что живое чувство всегда выражается живыми словами клынувшими прямо из сердца а не попугайным повторением заученных формул братья мои пусть ваша речь будет живой образной легкой избавляйтесь пожалуйста от клише штампов и канцеляризма в следующей нашей лекции мы немножечко потренируемся как бы попытавшись суммировать все то о чем мы говорили с вами сегодня ну а сейчас вы можете немножечко отдохнуть сделать передышку и почитать какого-нибудь произведения какого-нибудь хорошего писателя для того чтобы освежить восприятие русского языка почитать почитать Субтитры создавал DimaTorzok